Всем привет! Меня зовут Юля и сегодня я поделюсь с вами любимыми книгами Геймана. В прошлом году, в свой день рождения, я называла вам пять причин моей любви к этому автору. Сейчас же мне хочется продолжить эту небольшую традицию и поговорить на самую приятную для меня тему. Назову вам пять моих самых любимых историй и, конечно же, объясню, чем они так зацепили и полюбились. Если вы смотрите этот ролик в отрыве от предыдущего видео, то предупреждаю, что это не рекомендация, с чего нужно начинать читать Геймана и точно не список его лучших книг. Это абсолютно субъективный топ-5 моих любимых книг. Начну с конца и на пятом месте у меня располагается история под названием «Истина. Пещера в черных горах». Эта книга представляет собой рассказ, стилизованный под шотландские народные легенды. Из основы она берет легенду о некой пещере в черных горах, где спрятано то ли награбленное когда-то золото, то ли какие-то сокровища, позабытые богами. И да, книга очень необычно выглядит. Это и не повесть, и не графический роман. Сам Гейман говорит, что это история и иллюстрации, которые неотделимы друг от друга. Загадка таинственной пещеры в том, что любой ее нашедший и любой, забравший оттуда хоть немного сокровищ, обязательно оставляет там частичку души и уходит более плохим человеком. И мы видим двух людей, одного обычного мужчину и второго с примесью крови волшебного народца, которые бредут по пустынным шотландским горам к своей заветной цели. Здесь Гейман рассказывает вроде простую, но невероятно самобытную историю, в которой хочется просто закопаться с головой столько здесь философского подтекста. Каждая фраза, каждое небрежно брошенное слово, любая иллюстрация буквально переносит на сказочную атмосферу Шотландии. В этой книге автор рассуждает о месте, которую нужно подавать холодной, и об истине, которая у каждого своя. Затрагивается также тема богатства, которая слепляет людей. Вот несколько обрывочных диалогов, столько же мазков кисти художника, и перед нами потрясающая сказка-притча, которую хочется анализировать, о которой хочется размышлять. Я невероятно люблю эту книгу. Следующее произведение, которому я отдаю четвертое место, это «История с кладбищем». Безоговорочно люблю эту историю, и атмосферу, и персонажей, и идеальный для меня баланс приключений и морали. Здесь Гейман пересказывает книгу «Джунгли» Ридьярда Киплинга, причем каждый персонаж Киплинга обязательно находит какое-то свое воплощение у Геймана. Вот, допустим, мудрая наставница Маугли Пагира здесь предстает в виде вампира Сайлоса, точно такого же холодного, строгого и мудрого. Очень интересная тема воспитания ребенка всем миром, в данном случае загробным миром, которая постепенно выливается в рассказ о том, что взрослеть приходится всем. И как бы тебе не было удобно и комфортно в детстве, приходится отправляться во взрослую жизнь. На самом деле книга может показаться довольно простенькой, и в принципе Гейман не создает здесь какого-то сложного фэнтезийного мира со своими законами, но эта история получается настолько трогательной, яркой и запоминающейся, что просто невозможно в нее не влюбиться. И очень запоминаются персонажи. Вот здесь есть образ смерти, красивой всадницы на лошади. Она появляется буквально в одном, двух, ну может быть трех эпизодах, но запомнится она вам надолго. И точно так же со всеми персонажами и со всеми деталями. Да и вообще книга оставляет впечатление очень целостного, умного и обманчивого простого произведения. Кстати, очень советую для знакомства с писателем выбирать именно историю с кладбищем. Дальше почетное третье место. «Американские боги». Многие называют эту книгу скучной, тяжеловесной, нудной, слишком запутанной. Для меня же это чистое удовольствие. Это произведение вбирает в себя все то, что я так люблю в литературе. И скандинавскую мифологию, и дорожную историю, и путешествия двух непохожих друг на друга людей, и яркие характеры, и историю о старых божествах, которые были забыты людьми и сейчас пытаются приспособиться к современному миру. В «Американских богах» Гейман выявляет человеческие пороки просто по щелчку пальцев. Причем делает это дерзко, смело, невероятно вплетая в сюжет все. И добротную историю, и рассказы о жизни самих богов, и философию, и юмор. Вот в который раз я эту книгу перечитывала во время экранизации, в четвертый, в пятый, и я не перестаю удивляться, сколько же здесь можно найти подтекста, скрытого философского смысла. Книгу можно разглядывать бесконечно, как какую-то знаменитую картину, находить в ней множество деталей, интересных моментов, просто до бесконечности. Второе место я отдаю сборнику статей из Сэгеймана «Вид с дешевых мест». Если бы не мое особенное отношение к книге, о которой я буду рассказывать вам дальше, этот сборник был бы моим безусловным фаворитом. По сути, читая его, вы знакомитесь с самим писателем, узнаете о его увлечениях, слушаете интересные истории жизни, о его друзьях, узнаете о его жизненных принципах, моральных ориентирах. Причем все это мастерски написано. Нил Гейман работал журналистом, и в его текстах очень чувствуется эта легкость в общении с читателем. Только в отличие от многих статей, Гейман пишет искренне, и это очень притягивает к его историям. Я с упоением могу читать все, что напишет этот автор. От пересказа скандинавской мифологии и до инструкции какой-нибудь бытовой техники, если ему когда-нибудь придет в голову ее написать. Я прочла огромное количество его интервью, еще больше посмотрела, но именно данный сборник дает такое полное и классное представление о Геймане, как о человеке, как о личности. Я думаю, что это потому, что автор сам подбирал данные статьи и упорядочивал их именно так, как ему хотелось. Но читая этот сборник, ты буквально проживаешь чужую жизнь. И, наконец, моя самая любимая книга, это «Океан в конце дороги». С первых же фраз, страниц, глав у меня было ощущение, что эта книга написана специально для меня. Настолько живой отклик во мне вызывала каждая мысль, каждая ситуация, которая здесь встречалась. И это единственная книга, которая удалось меня растрогать до слез одним предложением. Вот знаете, наверное, у каждого из нас есть какие-то страхи, переживания, может быть, тревожные сны, которыми ты не делишься даже с самыми близкими, потому что они, может быть, подумают, что ты странный, или не поймут тебя. Гейман же настолько открыто и откровенно рассказывает о всех своих переживаниях. Может быть, в завуалированной форме, но стоит вот чуть-чуть присмотреться, и все это как на ладони. И это просто не может не вызывать восхищения. Вообще, для меня чтение этой книги сродни сеансу психоанализа и терапии. Очень сложно объяснить, но читая «Океан в конце дороги», я успокаиваюсь, отпускаю проблемы. И для меня это абсолютная магия слов, ощущение, что буквально каждое слово подобрано филигранно и идеально. И даже не пытайтесь понять сюжет по аннотации, он гораздо глубже и сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Эта книга и философия, и психология, и притча, и сказка, и все это абсолютно соединено в одном флаконе. И сколько бы я вам про нее не рассказывала, сколько бы я не хвалила эту историю, я все равно не смогу донести все те чувства, которые я испытываю по отношению к этой книге. И вот знаете, если бы Гейман написал всего одну историю «Океан в конце дороги», он благодаря ей стал бы моим любимым писателем. И в принципе, на этом мой рассказ подходит к концу. Мне будет очень приятно услышать, если вы разделяете мои чувства по отношению к какой-то из этих книг. Но если не разделяете, я прекрасно понимаю, что Гейман – это писатель абсолютно на любителя. А мы с вами увидимся уже завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok